Продолжение следует... У нас 10 задач, я, конечно, все перечислять не буду. То, что касается сегодняшней пресс-конференции, это в основном касается, конечно же, совершенствования инструментов и механизмов, в том числе не только правовых, но и организационных, касающихся противодействия коррупции, и отдельно оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований. И то, и другое, конечно же, очень важно, потому что, когда мы с вами говорим, например, о тех определенных задачах, в самой программе у нас предусмотрено 112 мероприятий. Вы представляете, 112 мероприятий, они реализуются и органами государственной власти, и органами местного управления, и институтами гражданского общества. Это различные мероприятия, такие как антикоррупционное образование, антикоррупционный мониторинг, антикоррупционное информирование, антикоррупционная пропаганда, или, например, антикоррупционная экспертиза. И когда мы с вами говорим, например, об этом институте, то можно сказать о том, что по итогам 9 месяцев текущего года у нас в органах государственной власти антикоррупционная экспертиза была проведена в отношении 2100 проектов нормативно-правых актов. И в 26 из них были найдены коррупциогенные факторы. В органах местного управления ситуации еще больше, здесь понятно по количеству, там было проведено, у нас антикоррупционная экспертиза, 15940 проектов рассмотрено, и в 19 из них выявлены коррупциогенные факторы.